Приветствую! Это видео урок о том, как посмотреть обратные ссылки у домена, который, собственно, нужно купить. И в нем я рассмотрю сервис, который помогает найти домены. Ну, допустим, мы заходим на expiredomains.net. Это полностью бесплатный сервис по поиску доменов, которые только что удалились, либо еще удаляются, либо можно купить с аукциона. Поэтому заходим, ну, допустим, нам интересно deleted.com домены. Дальше, например, интересно, чтобы он содержал ключевик, например, essay. Дальше мы его можем сортировать по возрасту. Например, выбрали возраст. И смотрим варианты доменов. То есть, все эти домены на данный момент доступны. То есть, здесь написано, какого они были. То есть, 25 дней назад удалился и так далее. Ну, допустим, мы можем взять домены, у которых хороший ссылочный профи. Например, essay247, 2011 год. Дальше мы копируем URL и вставляем в сервис проверки обратных ссылок Ahrefs. Сейчас смотрим первое, на что обращаем внимание. Собственно, здесь количество доменов падает, количество страниц растет. Сама динамика, в принципе, не такая плохая, если считать по уникальным доменам. Дальше смотрим. То есть, это первая причина, почему этот домен не продлили и удалили. Потому что по вот этим вот запросам, то есть, которые здесь в облаке анкоров показывается, это одна из причин, почему он, скорее всего, попал под фильтр. Его просто не продлили, потому что он не дает никакого результата. Дальше важно посмотреть референдомейн. То есть, посмотреть вообще, какое качество этих доменов. Ну, то есть, какие ссылки вообще размещаются. То есть, мы можем write my paper посмотреть. То есть, скорее всего, комментариями просто. Вот. Вот сразу видно ссылочка. В принципе, это неплохой домен под создание сателлита. Но это никакой домен под созданием нормального белого сайта. Почему? То есть, все домены, то есть, мы сейчас можем посмотреть, вот. Они, скорее всего, ссылками, которые не будут удаляться. То есть, это не арендованные ссылки. Это в большинстве прокаченные комментариями. Вот. Собственно, такой домен, исходя... Ну, то есть, он подойдет для сателлита, но не подойдет для нормального домена. То есть, если мы видим, вот как вы видели, при... Изначально в облаке анкоров, то есть, именно такие наглядные анкоры Desertation Editor, то... лучше оставить эту идею и дальше перейти к подбору других доменов. Поскольку, ну, в 99% случаев он не будет нормально продвигаться в поиске. И... ну, то есть, первое, что нужно будет сделать, это... снять с него фильтр, после того, как вы добавите в Google Webmaster, а дальше уже работать над ним. То есть, ну, в данной тематике, ну, эта тематика такая не белая, а сероватая. Поэтому... ну, это может занять годы более. Поэтому отбрасываем такую идею. Это основной, наверное, критерий. То есть, посмотреть, есть ли анкоры, посмотреть, какой тип ссылок, ну, в Referent Domains. То есть, если анкор, например, будет... Давайте посмотрим другие варианты. Давайте возьмем другую тематику, для того, чтобы, ну, наверняка, что-то было нормальное. Вот. Еще раз. Дальше. Ну, давайте возьмем по... вообще не важно какую тематику, просто по количеству обратных ссылок. Берем домен, вставляем в Ahrefs. Смотрим. Вот. Здесь показывают 14 доменов и 12 тысяч ссылок. То есть, о чем это говорит? Что большое количество сквозняков. И это сразу видно. Это жесткий спам. То есть, такая картина нам как бы ни о чем... То есть, она говорит нам о том, что это спамный домен. Скорее всего, здесь был DOR. Скорее всего, его прокачивали либо сквозняками, либо хрумером. И как бы просто не продлили. Вот. Давайте пойдем посмотрим. То есть, и таких вот доменов, как вы видите, большое количество. Давайте просто по возрасту возьмем. Сколько? Количество обратных ссылок это как бы жестко. Вот. Домен зарегистрирован был в 96-м году. То есть, сайт на нем начал... То есть, история из веб-архива идет уже с 2008-го года. То есть, он скорее всего просто был зарегистрирован. Смотрим. На Dashboard. Ну, здесь тоже пытались его прокачать. Здесь испанские анкоры. Но, тем не менее. Дальше можно посмотреть. Ну, три домена ни о чем не говорит. Но, скорее всего, здесь было какое-то количество арендованных ссылок. Поэтому, давайте возьмем еще один вариант. Так, здесь у нас идет только брендовые ссылки. В принципе, это неплохо, когда на сайт ссылается. Но, как-то все подозрительно. 33-33-33. То есть, три обратных ссылки. Можно посмотреть на обратные ссылки, которые здесь проставлены. То есть, это 5-го сентября. Что это у нас? Это у нас директория старая. Давайте посмотрим. Анкор, который... В принципе, это... Так. Вот, вот эта ссылочка. Это нормальная ссылочка. В принципе, можно на такое обратить внимание. То есть, для Рунета, для Уанета абсолютно все то же самое. То есть, неважно, где вы взяли доменное имя, которое хотите купить. Это аукцион, это прямая продажа. Либо это сервис, на котором можно посмотреть сразу домены, которые уже удалились. Здесь основной критерий это посмотреть, какие это обратные ссылки. Ну, например, в данном случае у нас идут каталоги. То есть, каталожная такая ссылка не совсем и плохая. Вот. Дальше посмотреть на анкор-лист. То есть, если анкор-лист у данного домена, например, как здесь брендовый, либо он выглядит более-менее естественным, то это хороший сигнал. Дальше можно копать по остальным критериям, которые описаны в статье, для которой написан этот видеоурок. В целом, это все. Переходим дальше к статье. Переходим дальше к статье.